итак ребят всем доброе утро у нас 8 часов утра город только просыпается я вышла на прогулку сейчас покажу вам самую инстаграмную улочку пока там нет туристов но и обратите внимание сейчас утро вот так выглядит город и потом с вами посмотрим как он выглядит днем и вечером потому что я сегодня весь день буду гулять потом где-нибудь по загорающую я с собой взяла все принадлежности в рюкзаке что больше в отель не возвращаться сегодня в течение дня а это очень старая пекарня она очень модно и популярно здесь тоже очень много людей всегда вкусно пахнет выпечкой но здесь не продают по моему кофе но вот в прошлый раз не было только выпечка вот так она называется там было гнездо этот поросенок его посмотрите разворошил вот засранец и убежал а там было гнездо птичий как он туда залез непонятно но сейчас мы подходим к самой инстаграмной улочки конечно на фото и очень хорошо ретуширует как будто она прям такого знаете белого цвета в жизни она немного другая еще хочу посетить музей прошлый раз мне не удалось это сделать вот так это все выглядит но на фото это смотрится очень фотогенично вот так и Продолжение следует... Продолжение следует... А обратно уже, наверное, пойти пешком, потому что... Ну, в горку мне пешком прям очень легко идти. И так, мне сейчас нужна маршрутка, которая идет в бардакче. И попросили, чтобы меня остановили у мельниц. Мы сейчас поднимаемся к мельницам. И оттуда очень красивый вид открывается. Сейчас я вам покажу, как мельница выглядит изнутри. Вот так выглядит, ребята, она изнутри. Ну, я думаю, что это уже, знаете, такой местный туалет. Знаете, чтобы сделать красивые фотографии, конечно, стоит посетить достопримечательность эту мельницу. Тем более, она бесплатна. Можно до полпути доехать на автобусе, потом немного подняться в гору. Ради красивых фотографий и красивого вида стоит. Ну, а так, она там одна только в хорошем состоянии. Остальные, ну, прям очень-очень в плачевном. Везде стекла. Отходы жизнедеятельности, скажем, культурно. Поэтому там осторожно. В шлепках, ну, прям очень опасно. Можно повредить ногу. В общем, идти мне до центра где-то два с половиной километра. Поэтому я решила, что с горочки я пойду пешком. Вот такая у нас красивая дорога вниз идет. Я думаю, что там можно было в обход пойти, но я уже пошла здесь. Нисколько не пожалела, что пошла пешком. Посмотрю, что здесь на окраине города. Ну, не совсем на окраине, я неправильно сказала. Не в туристической части, вот. Ребят, я не буду в этот раз посещать достопримечательности, такие как замок Петра, Галикарнас. Потому что я в прошлый раз была, сейчас по музеям ходить нет. У меня как-то желание, хочется просто наслаждаться городом. Но в один музей я зайду. Это музей популярного турецкого певца. А здесь такая улочка магазинная. Здесь тенечек, и так приятно прогуливаться. Морская коллекция. А ну вот здесь, видите, тоже у моря такие лежаки. То есть можно заказать напиток и сидеть там. Это уже тогда будет лежак вам бесплатно. Я, как всегда, ищу музей. Я пришла в музей Зеки Мурена. Это известный турецкий певец и актер, который прославился благодаря своему уникальному голосу. В последние годы жизни певец проводил много времени в Бодруме на своей вилле. Здесь его шикарные наряды. Позавидовал бы Филипп Киркоров. Здесь целая гардеробная. Все очень так красиво расшито. В общем, дорого-богато. Это, скорее всего, просто бижутерия. Я не уверена, что автомобиль будет видно из-за солнца. Но попытаюсь снять. На музей вы потратите минут 20. Но можно посетить для разнообразия. Я ни разу не пожалела, что пришла. Так, а где выход? Цены на кумпур. Давно хотела попробовать этот кумпур. Это картошка. Как у нас есть, знаете, крошка картошка. В общем, салат. Там выбираешь грибочки, сосиски. Ну, много начинок. И сыр. Я выбрала что-то типа зимнего салата, грибы и немного сосисок. В общем, получилась мешанина, но вкусная. Порция огромная. Можно на двоих брать. С котом я уже ела, а вот с воробьем еще нет. Ну, или кто это? Чувак, это моя еда. Это мой обед. Это у меня будет ужин. Я уже пообедала и сейчас иду на автостанцию и поеду на пляж. Итак, ребят, я приехала на один из самых лучших пляжей на побережье. Называется Бетес. На автобусе минут 15 ехала. Сейчас посмотрим, что же здесь интересного. Но здесь песочек. Есть раздевалки, душевые. Прикольно, прикольно. Сейчас покажу вам. Что-то, смотрите, китайское даже есть. Скорее всего, суши, наверное. Потом посмотрю. Мечеть прямо на набережной. Минарет видно. Да, мне здесь нравится. Я люблю, когда вот так все облагорожено. И можно и чай, и кофе попить, и мороженое, и перекусить что-то. И тут же лежаки. Здесь такая же система. Вы берете напиток, и лежак бесплатный получается. Ну, я сейчас прогуляюсь и выберу, где я буду загорать. Я сегодня забыла намазать лицо защитным кремом. Я прям чувствую, как у меня сгорел нос. Аж тянет. Сейчас где-то, наверное, надо будет купить крем и намазать. Хотя уже поздно. Цены, кстати, хорошие, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я на остановке, жду автобуса, возвращаюсь в Бодру. Привожу себя в порядок и иду гулять. Субтитры сделал DimaTorzok Вот она моя прелесть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok